Субтитры делал DimaTorzok 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 Подождем пару минут Пока кто-то придет Мы очень рады, что вы вместе с нами Итак, у нас сейчас три просмотра Пока у нас три просмотра Мы будем еще, я верю, мы будем еще ждать чуть-чуть Пока кто-то присоединится к нам Заранее извиняемся за технические неполадки Если какие-то произойдут Мы двигаемся в этом медиа-услужении Поэтому будьте снисходительны Но самое главное, Дух Божий здесь Где двое или трое, там и я среди вас, говорит Господь Божье помазание здесь Все здесь Я думаю, мы можем уже начать нашу программу Да, я уже вижу, многие подсоединились Аллилуйя Аминь Хорошо, дорогие друзья Я хочу начать эфир С прекрасной, доброй новости Всемогущему Богу, дорогие друзья Все возможно Давайте скажем Все возможно Нашему Богу И все возможно И все возможно Верующим в Него Аминь Неужели вы думаете Тот, который останавливал эпидемии, чумы в Израиле Тот, который останавливал кризисы, катаклизмы всякие Тот, который ураган усмирял, шторм усмирял Неужели вы думаете Вот этот коронавирус Бог не может усмирить С одной стороны, знаете, я даже рад Что такая ситуация произошла Потому что такие ситуации Они помогают нам бодрствовать Они помогают нам пробудиться Поэтому Писание говорит Встань спящий, пробудись Воскресни из мертвого поклонения Из религиозного поклонения И осветит тебя Господь Аллилуйя Когда мы поднимаемся в нашей вере Когда мы приближаемся к нашему Богу Когда мы приносим на руках молитвы Наше покаяние Возвращаемся в Его присутствие Тогда Бог начинает могущественно действовать И поэтому, друзья, у кого какие будут нужды Не стесняйтесь Записывайте Скидывайте на Фейсбук Скидывайте в камонцах Мы будем молиться Промаливать Если все не успеем прочитать сегодня нужды Мы будем промаливать командой Все эти нужды После служения Во имя Иисуса Христа И также у меня добрая новость Вчера в Бельгии бокс совершил чудо У нашей сестры была нужда И были проблемы со страхом в семье Но именно после эфира и молитвы Дух Божий успокоил сестру Она спокойно спала И успокоил ее семью Успокоил ее мужа Сегодня муж проснулся в прекрасном настроении Намного в лучшем состоянии Поэтому я верю, дорогие Будет много свидетельств И эти свидетельства нужно Не скрывать Нужно печатать в камонцах Чтобы имя Бога Оно было прославлено Аминь Я хочу прочитать несколько слов Из одного псалма Псалом 8 Начальнику хора На гевском орудии Псалом Давида Господи, Боже наш Как величественно имя Твое По всей земле Аллилуйя Знаете, трудные обстоятельства Они хотят заставить нас То, что имя Бога не возвеличено Но именно когда мы Пребываем в истине Дух истины Он пробивается в нашу жизнь Светом окровения И говорит, что Божьей славы Божье Помазание и сила Оно прославляется По всей земле Слава Твоя Простирается Превыше небес Аллилуйя Только подумайте Знаете, в том месте Где вы находитесь Божья слава Через вашу веру Может коснуться Настолько вас сильно Что вы можете быть Соединенными с небесами Так как небеса Они уже Внутрь вас есть Аллилуйя И в чем проявляется Божья слава Третий стиль Это место сегодня Подарил мне Бог В молитве Изус младенцев И грудных детей Ха-ха-ха Изус младенцев Прочитайте сами И грудных детей Бог устроил хвалу Ради врагов Твоих Дабы сделать Безмолвным Врага И мстителя То есть Когда включается Закон веры В нашей жизни Может быть Ты младенец Во Христе Иисусе Знаете У младенцев Есть великое привилегие Они еще не умеют Может быть Разговаривать Горячо Сильно молиться Но они могут Издать такой голос На который родители Сто процентов Отреагируют Придут И помогут И поэтому Бог говорит Изус младенцев Даже Не только Зрелых юношей Которые Пребывают В слове истине Но Изус младенцев И грудных детей Бог устроил Хвалу Ради врагов Своих Дабы сделать Безмолвным Врага И мстителя Когда взираю Я на небеса Твои И дела Твоих Перстов На луну И звезды Которые Ты поставил Знаете Во времена Кризисов Нам нужно Взирать На что-то Потому что Человек Волей-неволей Все равно Концентрирует Своё внимание Кто-то Концентрирует Своё внимание На страхах На проблемах На ужасах Но кто-то Концентрирует Своё внимание На величии Бога Когда я взираю На небеса Когда в трудных Ситуациях Ты не знаешь Что тебе делать Дорогой Друг Посмотри На небеса Это так Просто Когда я взираю На небеса Дела Твоих Рук На луну И звезды Которые Ты поставил То что Есть Человек Что Ты Помнишь Его И Сын Человеческий Что Ты Посещаешь Его Вау Какое Откровение Знаете Когда мы Соединяемся С Богом Через нашу Веру Когда в моменты Кризисов Мы концентрируем Все свое Внимание На том У которого Есть сила И власть Над кризисами Тогда Слово Божье Говорит Бог Он будет Посещать Народ свой Без веры Бога Угодить Невозможно С трудными Временами И кризисами Встречали Все Апостолы Все Генералы Веры И все Патриархи У Авраама Когда были Трудности И он не знал Как поступить В своей жизни Он сидел В депрессии Я так думаю Это моя интерпретация В своем шатре Но Бог Пришел К нему Постучал И сказал Авраам Выходи Из шатра Своего Посмотри На луну И звезды Если можешь Сосчитать Звезды То столько Будет Потомства У тебя И я тебе хочу Говорить сегодня Дорогой друг Я хочу Пророчествовать Сегодня Из душ Младенцев И грудных Детей Бог силен Изменить Всю ситуацию Здесь На нашей земле Просто ему Нужны люди Нужны поклонники Которые будут Поклоняться ему В духе И в истине Авенс Да И пастор Нина Она как раз Сегодня получила Тоже отправение Я ее попросил Поделиться с нами Пожалуйста Давайте будем Внимательны Приветствую Всех Дорогие Я хочу Чтобы мы Открыли Ефесянам Четвертую Главу Это будет 22 стих Отложить Отложить Прежний образ Жизни Ветхого Человека Истлевающего Больстительных Похотят И 23 стих Обновиться Духом Ума Вашего Вот скажите Обновиться Духом Ума Обновиться Восвобождение От болезни От болезни Он пребывает Он пребывает В страхе И его концентрация На страх Естественно Он помышляет Об этом В течение дня Его подсознание Оно пропитывается Уже этим страхом И человек К этому К его разуму К его уму Присоединяется Особый дух То есть за каждым Разумом Стоит какой-то Дух Если человек Сконцентрировал Своё внимание На страхе Значит за ним Стоит дух страха За этим разумом Совершенно Если человек Сконцентрировал Своё внимание На болезни И человек Постоянно Помышляет О болезни То за этим Разумом Стоит Дух Немощи И болезни И человеку Очень трудно Уже отвести Перевести Свой фокус От болезни От страха Перевести Свой фокус На Бога О том О чём сейчас Говорил пастор Да На величие Бога И вот это Когда человек Не может Перевести Своё внимание Хочет И не может Перевести Своё внимание От страха К великому Богу То этот разум Контролирует Определённый дух Если у человека Страх Его контролирует Дух страха Если у человека Болезнь Человека контролирует Дух болезни Когда человек Каждый день Сконцентрирован На этих негативных вещах И сегодня Очень много Говорится Об обновлении Разума Но здесь написано Обновиться Духом Ума Вашего То есть У ума Есть определённый дух За каждым умом За каждым разумом За каждым размышлением Стоит определённый дух И на самом деле Поэтому Моляясь За кого-то И вот Ты изгоняешь страх Ты изгоняешь болезнь И человек Вау Свидетельствует Я получил это Но Не обновляя свой разум Он опять И опять Возвращается К тому Получается Хождение по кругу Человек опять Возвращается К тому От чего он ушёл То же самое С финансами Знаете Есть такое Нищенское мышление Когда человек Постоянно Пребывает В недостатках Каких-то И весь его взгляд Сосредоточен На недостатках На финансовых проблемах Человек уже не видит Выхода Он не видит Величие Бога Он не может его увидеть Его уже Ум начинает Контролировать Дуд нищеты Да На самом деле Обновляться Духом ума Это Это тяжёлый труд И я хочу сказать Что это труд Но Труд всей нашей жизни Потому что Мы не можем За один день Проснуться И стать обновлёнными Обновляется Разум Каждый день Только через Познание Бога Только через Его истину Если вообще В контексте Читать Вот все эти стихи Вот полностью Контекст Там вообще Просто Кладезь Но вы не так Познали Христа Потому что Вы слышали о Нём И в Нём научились Так как истина В Иисусе Вы в Нём научились Когда мы познаём Его истина В Нём Когда мы пребываем В Нём Когда Слово Божие Его Мы помышляем Если они не соответствуют Слову Божьему А Слово Божие Оно вообще Говорит Чтобы мы имели Ум Христов За разумом Христа Стоит Особый Дух Это стоит Святой Дух Дух Христов Дух Святого Бога Поэтому Дорогие Обновляя свой разум Каждый день Обновиться Духом Ума Наш ум Дух Ума Наш ум Должен Изменяться Изменяться И преображаться А это только происходит Когда мы В познании Когда мы в Нём Видите здесь Вот это слово И вы в Нём Научились В Нём научились Так как истина В Иисусе Аминь Когда мы учимся В Нём Когда наша концентрация На Его Величие На понимании Того Что Он выше всех страхов На понимании Того Что Он выше всех болезней Он сказал Я Есим Вот Само это слово Я Есим Он Есим Великий Он есть Альфа и Омега То что он начал Он обязательно Закончит И Просто сегодня Вдохновляю вас Этим словом Что Знаете Сегодняшнее время Время Оно не лёгкое время Для нас С одной стороны А с другой стороны Это время Для того Чтобы И ещё И ещё Посвящать себя Богу Аминь Аминь Ещё и ещё Просто Пребывать в Нём Ещё и ещё Проводить Вот это время За размышлениями За познанием Бога За пребыванием В Нём Вот это Настолько важно Сегодня Знать И Знаете Время Оно очень Сенситив Чувствительное Наверное Не нужно Тратить его Растрачивать его Там Выше говорилось Что Что люди Помрачены В разуме И отчуждены От жизни Божьей По причине Невежества И ожесточения Сердец Нам сегодня Не нужно Быть Отчуждёнными А жизнь Божьей Нам сегодня Больше и больше Нужно Погружаться В него Научиться Видеть Его Славу Научиться Видеть Его Величие Он велик И он Царствует Слава Ему И преобразование В разуме Я думаю Оно начинается Если ты попал В какие-то Трудные обстоятельства Именно с этих обстоятельств И начинай Преобразовывать Свой разум Обстоятельства Могут говорить Тебе одно Ты заболеешь Но ты можешь Пророчитывать Сам себе И говорить А я Буду здоров Не умру Но буду жить И возвещать Дела Господни Так говорит Слово Божье Поэтому Не нужно Бояться Никаких Негативных обстоятельств Очень сильное Откровение Очень сильное Откровение И я чувствую Что помазание Святого Духа Прямо Духа Можешь помолиться Да Я сейчас Давайте Возлюбленные Мы Все вместе Будем молиться Мы будем молиться И я верю Что Бог Он просто Чудным образом Будет действовать Освобождать Сегодня От страхов От депрессии От всякого рабства Потому что Бог хочет Чтобы мы были Свободными Слово Божье Говорит Познайте истину Истина Сделает вас Свободными Слово Божье Оно освобождает Бог Он Великий Бог Он Действует Но сегодня Нам настолько Нужно Взяться За обновление Духа Нашего ума Настолько Сконцентрировать Все свое Внимание На его величии Больше Чем на наших Проблемах На его созерцании Больше Чем на наших Проблемах На его любви Больше Чем на наших Проблемах Поэтому я Сегодня молюсь За каждого Человека В эфире Я просто Простираю Руки Веры И я Провозглашаю Свободу От всякого Демонического Рабства И демонического Влияния Я провозглашаю Что прямо Сейчас Тот Кто был Одержим Страхами Я провозглашаю Свободу От этого Духа Контроля И я Провозглашаю Что Бог Не дал нам Духа Страха Но он дал нам Духа Силы Духа Любви И духа Самообладания Сегодня вы Возлюблены Те кто Имеет Страх Возложите Руки На свою Голову Просто Провозгласите И скажите Что именем Иисуса Я повелеваю Всякому Страху Оставить Мою жизнь Оставить Мой разум Во имя Иисуса Христа Я провозглашаю И утверждаю Что с этого Дня Я делаю Решение Обновляться Духом Моего ума Иметь Дух Христов Погружаться В Него Потому что Истина Она В Иисусе Халлилюя Господь Также молюсь За тем За тех У которых Сегодня болезни Я молюсь И провозглашаю Дух Немощи Болезни Покинь Прямо сейчас На тех Кто страдает От мигрений Во имя Иисуса Христов Я провозглашаю Что всякое Беспокойство Оно уходит И приходит Мир Божий Мир Божий Который Превыше Превыше Как болячек Своей Господи И где В Твоем Присутствии Мы концентрируем Свое внимание На Тебе Отец На Том Кто дает У кого Вся власть Сила И Тот Кто дает Освобождение И каждому Дыхание Жизни Я провозглашаю Что сегодня Все смертное Оно поглощается С жизнью Иисуса Христа Халлилюя Халлилюя Кто-то сегодня Опускает руки Но Бог Говорит Не забывай Твое имя Победитель Халлилюя Не забывай Твое имя Победитель Потому что Во Христе Мы больше Чем победители Кто-то сегодня Унывает Кто-то сегодня Сравнивает Свою жизнь Жизнь Другими людьми Но Бог Сегодня Говорит тебе Успокойся 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 Получи мир Не надо Сравнивать Себя С другими Потому что Ты уникальный В глазах Бога Халлилюя 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 Спасибо Господь Спасибо Драгоценный Дух Святой За Твое Присутствие Здесь На этом месте Мы благодарим Тебя Мы славим Тебя Халлилюя Опустоши Нас Господи Для Тебя Пусть Все Плотское Оно Утихает Бог Пусть Все Бури В нашей Голове Они Успокаиваются Пусть Ты Станешь Центром Нашего Внимания Нашего Поклонения Тебе Халлилюя Спасибо Тебе Господь За Твою Любовь За Твою Милость Спасибо Драгоценный Халлилюя Халлилюя Это болезнь Эту эпидемию Эпидемии Чумы Но что бы там ни было Знаете Мы видим реакцию Бога Когда Ангел был готов Поражать Иерусалим И поднял Ангел Свою руку Бог Проговорил К нему Умилостивился Над Израилем И сказал Опусти руку Свою Довольно И когда Давид увидел Что Бог Он сожалеет О бедстве И Давид Он принес Свои молитвы Покаяния Это как раз То что вчера Мы сделали Мы принесли Богу Своё покаяние То есть Реальное осознание Того Что Да Где-то мы отступили Где-то мы уклонились На свои пути Но наше благословение Наша сила Она в Его присутствии И когда дети попадают В присутствие родителей Они покрываются Силой и властью родителей Но когда дети Божьи Попадают в присутствие Небесного Отца Они покрываются Его силой Властью и могущества Однажды Знаете Бог дал мне откровение О покрытии Меня пригласили Молиться Это была Первая молитва За одержимого человека Одна из сестра Из домашней группы Я на тот момент Был лидером Домашней группы Она сказала Пастор Александр А вы не могли бы Никогда не забуду Ее имени Ольга Яковлевна А вы не могли бы Прийти ко мне в дом У меня сын одержимый Изгнать из него беса И на тот момент Я проповедовал Авере Аллилуйя Наш двух героев Сильный И она пригласила Меня публично И знаете Мне ничего не оставалось Как только Посмотреть ей в глаза Взять себя в руки И сказать Конечно Мы взяли пост Объявили пост И молитву Я пригласил Всю нашу группу Она состояла Из 24 человек На тот момент Но на молитву Пришли 5 И все согласились И сказать По-честному Первый Первый Экспириенс Освобождения От демонов Знаете Он произвел Внутрь меня Страх Потому что Я не знал Еще этого Экспириенса И я не знал Что произойдет Я не знал Как отреагируют Бесы Но Благодарю Бога За любой Экспириенс И когда мы Пришли к Ольге Яковлевне Домой Я увидел Ее сын Вадик Он с безумными глазами Метался Из комнаты в комнату Никто его не мог остановить И это знаете Вот трясущая такая Напряженность Она так давила Что У меня не было Никаких вариантов Что только Пригласить людей К молитве И все Кто пришли со мною Я говорю Давайте встанем на колени И будем молиться И когда мы встали на колени И начали молиться Может быть Ты в страхах находишься Послушай Именно в этой ситуации Обращайся к Богу В молитве Потому что Когда я только Открыл свои уста Помощи Господу Вдруг с небес Она жила на втором этаже Четырехэтажного дома Вдруг с небес Сквозь все эти этажи Я увидел Огненную руку Которая покрыла нас И знаете Огонь от этой руки Он никак не вредил нам В огне Я чувствовал защиту Я чувствовал силы Еще удивительное То что я увидел Вокруг было Очень много Демонов и бесов Они хотели Вырвать нас Из этого покрытия Из этого Божьего присутствия Но За счет Огня Который исходил От руки Господа Они не могли Даже приблизиться К нам И в этот момент Бог дал понимание Что когда Мы в его присутствии Может быть Твои чувства Они говорят одно Но послушать Тот кто в нас Он действительно Сильнее того Кто в мире И Библия говорит Живущий Под покровом Всевышнего Под тенью Всемогущего Походится И я узнал На своем Эксперинсе Что тень Всемогущего Бога Она подобна Огню Который Сжигает Все проклятия Но человека Делает Невредимым Аминь И знаете Вот точно так же И когда мы Призываем Имя Господа Сегодня второй день И второй шаг Что такое Поход После это время Когда мы Возвращаемся К Богу Возвращаем Первую любовь Возвращаем И устанавливаем Первую заповедь Возле Любви Господа Бога Всем сердцем Всей душой Крепостью И разумением И когда Приоритеты Бога Становятся Номер один Для тебя Послушай Дорогой Бог ведет Тебя В покой Свой Библия говорит Кто вошел В покой Его Вау Тот и сам Успокоился От всех Врагов своих Точно так же Как его рука Успокоила меня От демонического Страха В его присутствии Знаете Точно так же Когда и мы Просим Святого Духа Чтобы его Власть и могущество В наших обстоятельствах Действовало сильно Ты будешь чувствовать Как будет успокаиваться Твое сердце Знаете Вера В Бога Это покой Это не беспокойство Она всегда Приносит покой Почему мы берем Три поста Молитвы Служения Преображения Потому что Всякая десятина Она принадлежит Господу И три дня Из тридцати дней Как раз является Десятой частью Что принадлежит Господу И месяц Это очень важно Не пропускать Эти служения Потому что Именно в этих служениях Божье помазание Будет приходить На твою жизнь Чтобы провести Тебя через Весь месяц В победе В силе В славе И в помазании Святого Духа Конечно же При условии Если ты как Паттернина сказала Каждый день Будешь обновлять Свой разум Через изучение Слова Через поклонение Через молитву Веры И вот точно так же Давид Он начал с молитвы Покаяния Свой первый день Я не знаю Это мое откровение Такое Но во второй день Давид сделал Что-то особенное И эта история Продолжается Вторая книга Царств 24 глава 22 стиха Когда Давид Пришел к своему Подчиненному Орну Он готов был Давиду отдать Бесплатно Волол Для всесожжения Отдать все Своё имущество Бесплатно Но посмотрите На реакцию Давида царя И сказал Орна Давиду Пусть возьмёт И вознесёт В жертву Господин мой царь Что угодно ему Вот волыб Для всесожжения Вот повозки И уприч Все дрова Пусть всё возьмёт Всё это царь Орна Отдаёт Царю Ещё Очень важно Потому что Смотрите Реакция Давида Но царь За чей-то За чей-то счёт Нет Это моя жертву Потому что Знаете В этом мире Не секрет Каждому Чему-то Есть цена В этом мире Даже Библия говорит За всё отвечает Серебро Но не только Серебро Отвечает За все обстоятельства Например За мир в доме И в семье Отвечает Дух Взаимной любви Кротости И понимания И для того Чтобы Исполняться Духом кротости Тебе приходится Самому Наступать На себя Тебе Приходится Приносить Себя Как жертву Живую Чтобы Божье Помазание Кротости Через тебя Проявлялось На окружающих И на любящих Тебя Аминь Для того Чтобы Любовь Царила В доме Тоже Есть цена Прощение И взаимопонимание Это так Необходимо Для того Чтобы Божьей Истинной Любви Они царили В твоей жизни Потому что Бог говорит Блаженные Миротворцы И на английском Миротворец Мне так стало Понятно Это слово Означает Писмейкер Человек Который Не просит Других Сделайте Мир Пожалуйста Но человек Который Сам Делает Этот Мир И когда Ты приносишь Себя Как жертву Бога Для разумного Служения Твоего Послушай Божья Реакция Она придет Незамедлительно Я сегодня Хочу кому-то Сказать Не приноси Жертвы Даром Господа Знаете Это Личное Откровение Из моей жизни Но когда я Приношу себя Богу Как жертву Живую Моя жизнь В его присутствии Становится Разумной Потому что Еще раз хочу Повторить Самое Безопасное Место Которое Существует Вообще Здесь На планете Земля Это место В его присутствии Призову Господа И от врагов Моих Спасусь Живущий Под покровом Всевышнего Под тенью Всемогущего Покоится И знаете В этом Стихе Мы видим Сердце Давида Он мог За чей-то счет Принести Жертвование Он мог За чей-то счет За счет Других Откровений Просто прославить Бога Но добит Он хотел Стать сам Участником Знаете Еще хочу Поделиться Мыслью Я так Очень рад Что в это Последнее Время Появилось Очень много Онлайн Проповедников И постелей Знаете Я прямо Слышу Как в духе Моем Эти слова Как бы не Проповедовали Евангелие Апостол Павел Говорит Я И тому Рад Я так рад Что Эфир И интернет Пространство Оно заполняется Людьми Которые Любят Истину Аминь Аминь И поэтому Дорогие друзья Что такое Пост Пост Это время Любви Потому что Когда Ты попадаешь В присутствие Того Кто Есть Сам Любовь Тогда Ты Начинаешь Черпать Силы Из Его Источника Аминь И еще Одна Мысль Которые Я хотел Оставить Знаете Вот Сегодня Я молился И пришло Такое Слово Смех Сделал Мне Бог Я так Начал Размышлять Ну Какой смех Вокруг Так трудно Так Не просто Так сложно Ну Ну Знаете Дорогие Друзья Это Действительно Смешно Когда Ты попадаешь В присутствие Божьем Ты не можешь Бояться Ты не можешь Болеть Я не побоюсь Этого слова Да Какие-то болезни Атакуют Нас Но Послушайте Все болезни Они Должны Направлять Нас В Его Присутствие Потому что Там В Его Присутствии Есть Исцеление Для тебя Аллилуйя И я Пошел В Библию И я Смотрел В сноске Откровения Про смех Что-то Не написано В Библии Что-то О смехе И знаете Мы помним Конечно Историю Сары Которая Сказала Смех Сделал Мне Бог Хотя Ее Тоже Можно Вспомнить Сегодня Она Она тоже Герой Веры Она Человек Которая Уже Разочаровалась Может быть По-женски С одной Стороны Увидеть Чудо Божие В своей Жизни Но Бог Давал И давал Обещания Послушай Может быть Разочарование Накрывает Тебя Открывая Священное Писание Здесь Каждый День Бог Будет Давать Тебе Обещание Что В твоей Жизни Все Будет Хорошо И Бог Может Сделать Смех И знаете Был день У Сары Когда Она Держала Этого Исаака На своих Руках И она Смеялась И она Засвидетел На весь Смерть Послушайте Дорогие Вера В Бога Она Сделала Смерть Я Столетняя Держу Младенца Любимого Сына Исаака На своих Собственных Руках Исаак Это Сегодня Прообраз Твоего Чуда Может Быть В котором Ты Нуждаешься И может Быть Тебе Реальность Знаете Дьявол Он Действует Через Реальность Реальность Тебе Говорит Одно А Бог Говорит Совсем Другое Сара Как бы Ей Трудно Не Было Она Выбрала Вера Это Выбор Она Выбрала Доверять Богу И Бог Сделал Ей Смерть Еще Одно Место Я нашел У Иова О смехе Опустошение Голоду Посмеешься А Это Кстати Твое Откровение Как Поделись Опустошение Опустошению Голоду Посмеешься Нет Не это Слово Здесь Да Мы кстати В одном Духе И У Иова В 8 главе 21 стихе Написано Бог Еще Наполнит Смехом Уста Твои И губы Твои Радостным Восклицанием Вау Знаете Иов Мы знаем Его Историю Это Вообще Красавец Он Находился В больших Проблемах Но Посмотрите Пришел Человек Божий Он Утешал Его И он Говорил Такие Слова Бог Еще Наполнит Губы Твои Смехом И Сердце Твое Радостным Восклицанием Знаете Дорогой Друг Я хочу Сегодня Тебе Пророчествовать Несмотря На Такую Ситуацию Через Которую Мы Все Проходим Бог Наш Всемогущий Иисус Он Может Еще Наполнить Нашу Жизнь Смехом И Уста Нашим Радостным Восклицанием Поэтому Месседж На сегодня На второй День Поста И молитвы Не Приноси Богу Простой Жертвы Пустой Жертвы Приноси Ему Богу Себя Своё Сердце И Проси Пусть Твоё Посвящение Оно Будет Настолько Благоугодно Ему Чтобы Божий Мир Божья Благодать И Истина Опустилась В твоей Жизни И Царство Божие Начало Проявляться Я тоже Хочу Помолиться Этот эфир Он у нас Настроен На то Чтобы Разрушить Все Коронавирусы Всю силу И власть Этого Ковид 19 Знаете Еще Некоторые Люди Будут Смеяться Этой Эпидемии Знаете Я в духе Уже Пробую Сейчас Смеяться Не могу Удержаться Но Кто Может Сравниться С нашим Богом Поэтому Дорогие Друзья Мы будем Молиться И У нас Есть Какие-то Нужные Да Кстати У нас Есть Некоторые Люди Первый Человек Это Нана Кинг Которая Записала Что Пожалуйста Помолитесь За мою Жизнь Чтобы Воля Божия Была Внутри Меня И Чтобы Было Мир В Сердце Спасибо Еще Следующая Любовь Гордецкая Это Из Бельгии Она Сказала Пожалуйста Помолитесь За Спасение Феликса Это Моя Моя А последний У нас Еще Артур Который Просит Чтобы За него Помолились Просто За него Хорошо Чтобы Все Отец Своим Иисуса Христа В первую очередь Я благодарю Тебя Дух Божий За то Что Ты Здесь За то Что Ты Хозяин Этого Эфира Хозяин Нашей Жили За то Что Ты С нами Ты Благоволишь Нам Я Благодарю Тебя Я Славлю Тебя За то Что Даже Из Простых Грудных Детей Младенцев Ты Уже Делаешь Безмолвным Врага И Мсителя И прямо сейчас В молитве Ходотайства Я Ходотайствую За Нану Кин Я Ходотайствую За ее Жизнь Господь Я Ходотайствую Чтобы Дух Премудрости Откровения Святой Дух Наполни Ее Открой Господь Ей Твою Волю Пусть Это Время В посте И Молитве Высвободит Твою Волю Для ее Жизни Чтобы Она Точно Знала Путь По Которому Ей Ти Я Ее Благословляю Из Твоего Дома Во Имя Иисуса Христа Также Господь Я молюсь Господь За Бельгию В лице Фелица Я молюсь За спасение Этой Нации Во Имя Иисуса Я Верю Господь Что Всемогущему Богу Все Возможно И я Прошу Господь Через Веру Господь Жены Благослови Спасение Мужа Потому Что Муж Освящается Святою Женой Я прошу Тебя Господь Вложи В ее Сердце Господь Величайшее Помоздание Дарить Веру Дарить Любовь Дарить Мир Дарить Покой Господь Чтобы Господь По слову Твоему Через Ее Спасение Спасение Пришло На весь Дом Я благословляю Весь Дом Я благодарю Тебя За то Что Ты Любишь Эту Семью Ты Благоволишь Ним Во Имя Иисуса Христа Также Я благословляю Артура Господь Ты знаешь Обстоятель Ту Через Которые Он Проходит Я прошу Тебя Мой Бог Там Где Он Наход Помоги Ему Призвать Имя Иисуса Христа Твое Слово Говорит Всякий Кто Призовет Имя Господне Спасется Во Имя Иисуса Я Провозглашаю Спасение Я Провозглашаю Благословение Я Провозглашаю Божью Защиту И утешение Для Артура Во Имя Иисуса Божий Я еще Вижу В эфире Господь Есть люди Которые Нуждаются В исцелении И я Молюсь Господь За исцеление Георгия Господь За исцеление Полное Исцеление Кишечника Его Желудок Кишечного Желудочного Тракта Именем Иисуса Христа И силой Святого Духа Я Связно Разрушаю Всякое Проклятие Все страхи Убирайтесь Вон Из жизни Детей Божьих Во имя Иисуса Христа Я прошу Господь Полное Исцеление Господь Кому-то У кого-то Беспокойный Разум Возложите Свои руки На разум Попросите Чтобы Дух Божий Мир Божий Который Превыше Всякого Ума Он Созидал Вас Он Пребывал В вашей Жизни Во имя Иисусом Мы покрываем Наши дома Кровью Агнца Именем Иисуса Я аннулирую И я разрушаю Всю силу И власть Коронавируса 19 в городе Лос-Анджелесе Я говорю Тебе нет Никакой власти Ни в Лос-Анджелесе Ни в Америке Дьявол Убирайся Вон Во имя Иисуса Я благодарю Тебя Бог За то Что Ты Слышишь Наши молитвы И отвечаешь Однажды Ученики Просили Тебя Научить Молиться И Ты Говорил Молясь Говорите Так Отче наш Сущий На небесах Да Светится Имя Твое На земле Как и на небе Да Придет Царствие Твое На земле Как и на небе Да Будет Воля Твоя На земле Как и на небе Ибо Твое Есть царство И сила И слава Во веки Амин Аллилуйя 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 Анастасия Какие-то объявления Завтра У нас Пока нет Объявления Последнее Объявление Хочу вам Всем сообщить Что мы Будем Также Продолжать Последний День Посты Молитвы Во время 7.30 Завтра По Пасипик Тайм То есть Пожалуйста Присоединяйтесь Будет Последнее Служение И я Верю Что Завтра Служение Самое Помазанное Служение Мы Очень Благодарны Что Вы были Миссией С нами Пусть Бог Подсобит Савит Пусть Все Ваши Нужные Будут Уже Отвечены Его Имя Иисуса Христа Мы Вас благословляем И любим Аминь Решите Канцы До свидания До свидания Всем Благословляем Всех Любим И благословляем Всех Аминь Спасибо 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 Субтитры